Фамилия, имя, отчество? Дорчуков Андрей Викторович. Звание? Майор. Подразделение? Честная военная компания. Как барнер? Я не знаю название, потому что никаких документов не... Говорят, что вторая какая-то есть. Командир непосредственно ваш? У нас нет командира. Кто ставил боевую задачу? Он приходит через Министерство обороны, через военных. Ну вам, непосредственно вам. Кто ставил задачу? Невоенные передают координаты и время. У вас что, частный самолет? Почему? Ну мне выделяют какой-то самолет, вот этот ваш самолет на смену. А место базирования? Город Милингров. Оттуда военные? Да. А где до этого проходили военскую службу? На Дальнем Востоке все время. Воинская часть номер? Сейчас не знаю, раньше было всего 647. Владивосток, Черниговка, обычно Дальний Восток только. И Орловка. Родом откуда? Родом город Североморск. Семья есть? Есть. Кто? Жена, дети. Детей сколько? Трое. Лет сколько? Ну, уже знаю, от 3 до 18. От 3 до 17. Проживаете? Поделось. Что делали на территорию Украины? Выполнял поставленные задачи. Какая была поставлена задача? Задача была по оказанию помощи республикам Донбасса. Ну и соответственно нанесение ударов это уже частная задача. Нанесение ударов по кем объектам? Ну, по опорным пунктам, скоплениям силы, скоплениям живого и силы противника. Населенные пункты какие? Да, выделили такую цель. Населенных пунктов, ну, работали в районе деревни Николаевское и водохранилище Михайловское. Сколько у вас были там? Ну, один-два в день. В целом? В целом? В целом? Ну, я с 14-го числа здесь. В 14-го числа чего? В 14-го числа приступил. В 5-6 нет, вот так. В день? Нет, всего. Ну, один-два в день, не больше. Ну, 3 планировалось, но ни разу так и не получилось летать. Ну, может, 5-6 и вывод задачи. Экипаж? Экипаж один человек. Процесс постановки задачи, вот, объясните, изначально, кто дает, как, каким образом это ослабляет? Ну, процесс постановки задачи следующий. Есть направление, есть направление сатарминии, он вызывает, говорит, так и так, есть задачи. Фамилиями, отчества. Они меняются, это... Кого помните, журные. Я никого не знаю из военных. Я подошел, из тетрадки переписал, когда-то вылета, ну, и время вылета, ну, и время нанесения удара, и, там, воевоку уже, обычно, еще дают. Все. Готовишься к этому времени, она распределяет самолет, там, какой-то, кто распределяет? Ну, приходишь, там написано, сейчас, так, вот, много вас, ну, вот, каких летчиков? Три человек на данный момент. Именно с ЧВК? Да. В каком году уволились сами? Уволился в 15-м, оно списано с 9-го года, по-моему. В 15-м уволились с какой должности? Ну, там, командир из коллеги. Ребята вот эти, которые предложили, кто это? Ну, сослуживцы бывшие. Кто? Фамилия, имя, отчество тоже давать? Ну, Закамаска наш, который был. Ну, вы понимали, что вы будете убивать, у вас моральных ограничений не было. И мирное население? Ну, про счет, насчет мирного населения, как бы, задач таких мне не ставилось. Мы работали исключительно на визуальной видимости, исключительно по опорным пунктам. А кто же города бомбит наши? Ну, у нас всевозможных средств очень много нанесения удара, если что. Действительно, скорее всего, не получал полной информации о том, что здесь действительно происходит. С военнослужащими в ВСУ поговорил, посмотрел всевозможные фотографии, которые они снимают во время боевых действий. Ну, и понимаю, что действительно гибнет очень много мирного населения, очень много детей, женщин. Поэтому считаю, что это неправильная война, ненужная. И, ну, я раскаиваюсь, что я принял участие в ней. Если бы это была война между двумя армиями, ну, как бы, тут была совсем другая была обстановка. А то, что гибнет очень много мирного населения, оно того не стоит.